Всем привет, это Варлорд. Сегодня обзор еще одного набора из линейки по Человеку-пауку. Это Человек-паук против Венома. Прежде всего хочу сказать, что в предыдущем видео с обзором набора Транспортное средство Человека-паука, там мы его разыгрывали. И в этом видео также я буду разыгрывать набор. И поскольку он больше, условий будет соответственно больше. И я их буду говорить по мере просмотра видео. Первое условие, быть подписанным на мой канал и поддержать это видео лайком. Конечно же смотрим, начиная с мини-фигурок. Первая фигурка Человек-паук не отличается от версии, которая была в предыдущем видео. Я сказал, что этот костюм не по душе. Два цвета пластика на ногах, неплохие принты, хорошая маска. Гвен-паук или же призрачный паук. Хорошая фигурка, встречается в Лего в первый раз. Отличные принты, мы видим белый капюшон, белая голова. Могу сказать, что в целом дизайн фигурки мне понравился. И персонаж, что важно, узнаваем. Веном не сильно отличается от старой версии. Сейчас вы можете лицезреть обе. Мне, наверное, у этой версии больше нравится голова, как сделана. Вот это вот его оскал, как сделан, глаза, как сделаны. Принты простенькие. К сожалению, обделили его ноги принтом. Тоже, на мой взгляд, не очень круто. Тетя Мэй. Из аксессуаров есть мороженое. Свитер есть на ней. Две эмоции. Одна обычная, другая испуганная. И также на ногах принта нет. Принты на ногах уже пора вводить, я считаю. Транспортное средство для Гвен-паука. Подобие летающего глайдера. Здесь мы видим доску с наклейкой. Также наклейки есть по бокам. Эти детальки подвижны. Сзади имитирован огонь. И два стат-шутера в качестве оружия, которые расположены сбоку модели. Фигурка сюда. Отлично. Легко цепляется. И в принципе, ну, это смотрится прикольно, я бы сказал. Как дополнение к набору пошло оно, мне кажется, нормально. Далее Человек-паук вместе с его мехом. А с каким сейчас мы с вами будем разбираться? Вот. Белые детали. Это та самая паутина. И решили озадачиться тем, чтобы использовать это. И в элементах самого меха, и в его оружии. В принципе, наклеек здесь не так много, и все они в тему. Даже самые маленькие хорошо вписались в общий дизайн. Ну, и спереди, естественно, логотип Человека-паука. Здесь мы можем убрать элементы с паутиной и разместить фигурку Человека-паука. Крепится. Получается вот так просто. Здесь два методических элемента, и затем он здесь закрывается. Он, к сожалению, простреливается спереди. Не хватает какого-то защитного стекла. Несмотря на маленькие размеры, выглядит довольно маневренным, подвижным. Ну, в силу как раз этих самых размеров. И мне кажется, что-то противопоставить Веному сможет. А конкретно что? Вот этот элемент с паутиной. Здесь два, мы можем их менять. Встроено это все в стат-шутер, чтобы мы могли стрелять паутиной. И также, если вы поставите большой элемент, будет выглядеть как щит. Небольшой, но все-таки щит. И также мы можем заменить на вот эти детальки. Из Nexonise впервые они появились именно там, чтобы стрелять уже вот такими вот, наверное, взрывными устройствами в форме паука. Хорошо, что здесь есть несколько видов огнестрельного оружия. Конкретно мне это зашло. И также имеется вот такое странное оружие. То есть, по идее, это что-то из холодного оружия. То есть, вот эти лезвия, но, как мы видим, это сделано из паутины. То есть, насколько оно острое, это уж другой вопрос. Или это просто имитирует выстрелы? Тем не менее. Подвижно вот эта часть, на мой взгляд, лучше бы дали какое-то, я не знаю, если хотят уйти в холодное оружие, дали бы какой-то небольшой клинок, который бы крепился к нему. Это выглядит как оружие ближнего боя, а мне кажется, из паутины оружие холодное для ближнего боя получается довольно слабенькое. Скажу так. Говоря про подвижность, могу сказать, что руки хорошо подвижны. Ничего плохого сказать не могу. Все отлично двигается. По поводу ног, несмотря на то, что не сгибаются в коленях, в коленном суставе никак они не могут сгибаться. В конструктиве это видно. Тем не менее, какие-то интересные позы, как и в случае с набором, с которым я когда-то его сравнивал, по ниндзягу восьмому сезону, какие-то позы здесь придать можно. Даже какие-то сложные. Сзади, конечно, все плохо. Здесь реально нужно дорабатывать, потому что вот этот каркас выглядит просто ужасно. Ну а в целом, я могу сказать, что получив модель в реальности, могу сказать, что выглядит она лучше, чем на изображениях. Конкретно мне, внешне, вот когда я смотрел, мне он вообще не заходил. Ну а сейчас я смотрю. В принципе, это довольно неплохой для Марвел супергероя мех. Здесь есть интересные конструктивные решения, конечно, есть и недостатки, но плюсы, на мой взгляд, в нем есть. Да и сама фигурка Человека-паука отлично сочетается с мехом. Мы переходим к самой большой модели в данном наборе, это Веном. Сейчас за его язык я могу его притянуть. Смотрим. Да, вы видите габариты. Он выглядит более жестким, более большим. У него другая весовая категория и, ну, все, упал. Давайте смотреть на Венома. Черный цвет, агрессивные элементы, обтекаемые детали. Внешне смотрится он зловеще. И, правда, Веном получился достойным. Это внешне. Конечно, недостатки здесь будут. Но пока, согласитесь, внешне, вот мы смотрим на него, он выглядит достаточно неплохо. Все-таки не смог я до конца разобраться, что это за крокодил такой. Сзади имеются рычаги. И место для Венома. Но это не похоже на мех. Это скорее большой Веном. Но зачем ему тогда рычаги? И это очень странно. Так что, я не знаю, пишите в комментариях свои догадки, так как я реально теряюсь в модели. Говоря про подвижность. Двигаются руки. Руки сгибаются в локтях. И кистевой сустав также подвижен на 360 градусов. Это плюс. Минус то, что ему нечем ответить Человеку-пауку. Он не стреляет. У него нет оружия ближнего боя, не считая его когтей. И, мне кажется, если они встретятся на дальнем расстоянии, то Человек-паук просто его перестреляет из своих паутинометов. Но, говоря про подвижность, возвращаемся к ней. Ноги. В принципе, нормально двигаются здесь. Но смотрите. Вот так подвижен данный элемент. В его ступне. С одной стороны плохо, но с другой это дает возможность придавать более интересные позы. Вы посмотрите, реально создается ощущение, что он находится в прыжке. Это дает возможность придать какие-то экстраординарные позы. Например, такую. Смотрите. Он не падает. Реально не падает. Смотрите, оно танцует. Помимо этого, если мы... Так, у меня... Что это такое? Так может быть вообще... А, неплохо, неплохо. Смотрите. Вот так еще и подвижность имеется. Вот здесь. Нет, в принципе, норм. Я могу сказать. В общем, своей мобильностью он меня удивил. Хотя, все-таки, какой-то недостаток в этой подвижности я все время ощущаю. Да и плюс, он все время выглядит так, как будто он присел сходить в туалет. Что также достаточно странно. Но спереди это не так сильно заметно. Неожиданно мы прервались. Далее условия. Быть подписанным на мою группу Marvel DC Super Hero ВКонтакте. Ссылка на которую в описании. И написать в комментариях, какой мех круче и почему. Веном или же Человек-паук. Двигаемся далее. Модель обладает хорошо проработанной головой, которая, правда, не двигается. То есть, она в таком стандартном положении. Это принц с глазами Венома. Это огромнейший, просто огромнейший язык. И также клыки. Здесь имеются наклейки для того, чтобы передать вот этот символ Венома. Сзади хотя бы вот такие вот элементы добавили. Скошенные. Но здесь мне все равно не хватает гладких деталей, как и вот здесь. Их добавить можем сами. Все-таки, несмотря на то, что мех Человека-паука мне понравился, к Веному как-то я спорно отношусь. Все-таки большая голова, которая вообще никак не двигается. Ноги. Говоря про фигурки, мне понравился Гвен-паук. Веном неплохо также был. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Поддерживайте видео. Участвуйте в конкурсе. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok